МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я думаю, вы, ребята, на телефонах тоже следите за меня. Ты сегодня вообще во всем разобрался. Если сейчас материал посмотреть, то будешь в курсе. Постарался, и давайте начнем с летнего отдыха. Вот у взрослых людей проблемы с отдыхом нет. Но не получилось куда-то поехать, пришли в парк, повалялись на лужайке, уже хорошо. А вот с детьми тяжелее. Многие привыкли отправлять их, ну, как минимум в июне, в пришкольные или загородные детские лагеря. В этом году так не получится. Они первый месяц будут точно закрыты. Как организовать детский летний отдых? Ну вот, спрашиваем. А в Минобразовании края отвечают. Собирались открыть летом почти 900 оздоровительных организаций, пришкольных, загородных и палаточных лагерей. Но как минимум до 1 июля они не заработают, за исключением нескольких десятков в тех районах, где ограничения уже сняли. При этом все школы, которые мы планируем открыть в качестве лагерей с дневным пребыванием, должны получить заключение, санитарное заключение о их соответствии требованиям Роспотребнадзора, заключить договоры на питание, провести аккорицидную обработку территорий, если это требуется, если это нужно. И, конечно, жесткая дезинфекция помещений, рециркуляторы воздуха и измерение температуры при въезде в лагеря. Самих мест будет меньше из-за выпадающей первой смены. Увеличивать две оставшиеся или вводить третью смену осенью, скорее всего, не будут. Зато цены на путевки не изменятся, они фиксированы. 19 777 рублей. А вот одаренным детям, которые раньше могли съездить в федеральные лагеря, например, на Черном море, не очень повезло. В этом году решено не собирать группы в такие поездки. Ну вот я, если честно, понимаю очень родителей, потому что очень много во всех соцсетях про то, что ждут, когда наконец-то откроют школу. Я понимаю, почему они зайдут, потому что они ждут, что хотя бы можно будет детей отправить в лагерь и отдохнуть. Да. Ну, а второе, как я анонсировал, что мы получили десятки родителей, нам присылают примерно одинаковые сообщения от руководства их школ. Требуют зарегистрировать детей на некоем портале навигатор дополнительного образования и ввести там свои персональные данные. И все, мол, потому что со следующего учебного года начнет работать система подушевого финансирования дополнительного образования детей. Иначе они останутся без секций и кружков. Давай так, звучит страшно. Во-первых, персональные данные, самое страшное слово, да, для всех идут. А подушевое, да. Что это такое? Давай на пальцах, чтобы все родители сейчас понимали. Я попробую, но у меня вот целая кизратка. Манифест. Ну, в общем, этот проект, этот портал, это часть нацпроекта образования, ну и по которому вот с начала этого года начали по-другому развивать вот как раз дополнительное детское образование. Вот он только-только запустился, сейчас еще в тестовом режиме работает, но относительно полноценный, как продукт должен вот где-то к августу, к сентябрю поближе уже заработать. То есть это такой портал, ты заходишь, что ты там делаешь? Получается, это вроде единой точки входа. То есть вот как есть для университета. Входа куда? В какой мир? Смотри, смотри. Портал. Чудесный мир. Вот есть, допустим, сервис открытое образование. Там вот университетские курсы собираются дистанционные. Вот это примерно что-то похожее, только про дополнительное образование. Ну вот, то есть, смотрю сейчас. Ну да, в принципе так. Раньше как было? Хотите записать ребенка на танцы, например? На футбол давай. Давай на танцы, тебе на футбол. Надо идти в какую-то секцию, либо в школу, смотреть, что у нас тут есть. Ага, это есть, записались и все. Здесь же по-другому, как я понимаю, должно быть. То есть мы заходим на портал, там у нас сразу много разных программ от разных учреждений. Выбираем нужную, смотрим ее описание, требования какие-то, если есть. И если надо, сразу тоже на сайте записываемся. Сейчас актуально. Вопрос, вот смотри, это касается реальных занятий? То есть это вот сентября, либо это дистанционные, какие-то тоже там будут дистанционные образования. Сегодня сюжет видел, да, как занимаются дети футболом, в том числе и с квартирой. Или это на будущее? Это больше на будущее, потому что вот сейчас он, как я понял, вот еще только-только запускается. Это вот с нового учебного года. Самый главный вопрос, который и зрители беспокоят, которые нам звонили, вот персональные данные, при этом словосочетание, люди начинают бояться, что они ведут что-то куда-то, не туда попадет. Это действительно необходимость такая. И могу ли я отказаться от регистрации на этом ресурсе? Или дождаться потом прийти своими ногами, когда все это закончится, и спокойно записаться, не дистанционно. С чего начнем, с безопасности или с записи? Давай с безопасности. С безопасности. Это как государственная информационная система, штука зарегистрирована. То есть там надо пройти специальную аттестацию. И вот эти вот ГИСы, ну вот как те же там госуслуги или какие-то порталы крупных вузов, там есть довольно жесткие требования федеральные к как раз-таки безопасности. То есть на мошенничество не нарывается? Шифрование данных, синхронизация с серверами госуслуг. То есть, ну, вроде как выглядит, что все должно быть нормально. Вот. Что у нас там? Что касается от регистрации, могу я? Как я понял, нет. Потому что там, ну, мы до этого дойдем, будет особая система с сертификатами. Вот. И все дополнительные курсы детские, вот от 5 до 18 лет, будут привязаны к этим сертификатам. И получается просто прийти и записаться, как я понял, как мне вот объяснили чиновники, уже будет нельзя. То есть каждый ребенок привязан к конкретному сертификату, и надо зарегистрироваться, свои паспортные данные, свидетельства о рождении, и снился ребенка. Не обязательно сейчас бежать, заснился. Знаем эти истории. Можно сделать до осени. Вот. И зарегистрироваться. Но если не получается самим, ну, меня, во всяком случае, заверили, что вот уже ближе к осени в школах с этим могут помочь. То есть большой проблем быть не должно. Жестких дедлайнов там до 1 июня всем зарегистрироваться нет. А территориальная привязка какая-то есть вообще? То есть понятно, что хочется в секцию поближе к дому. Может быть, даже в самой школе, да? Может быть, в спортшколе где-то рядом. Тут что делать? Слушай, вот этот вопрос я не задал. Но вообще как-то там должно быть разбиение вот как раз по территориям, потому что если вы, ну, допустим, из Березовского района, например, да, то в Красноярске, по-моему, сложнее пойти на какую-то вот пришкольную секцию. И можно будет найти у себя. Может быть, будет как, когда в школу распределяют так же. Вот сначала все, кто территориально находится, а потом уже все, кто в секцию стоит. Мне кажется, а сейчас все воспринимают, как всегда у нас все новое в штыки, но, возможно, это будет удобнее в будущем, что не нужно будет идти в школу, все-таки вот так взять и записаться. Я позитив всегда еще. Я у Миши как раз спросил сегодня перед эфиром, говорю, что за непонятная штука, что мы будем обсуждать? Он говорит, ну, слушай, на первый взгляд она непонятная, если в ней разобраться, то, в принципе, все удобно и понятно. Когда это можно начинать делать? Сейчас. Можно вот уже прямо сейчас заходить на портал, я вот попросил наших режиссеров сделать титр, я надеюсь, у него у нас... А, вот сейчас висит титр, да. Вот на этот сайт зайти и, в принципе, уже посмотри, попробуй. Ты сегодня больше всех в этой теме разбирался, вот твоя оценка личная, как считаешь, если бы ты был отцом хорошим, вот тебе бы помог этот ресурс? Тяжело представить себя пока отцом, но ладно. Мне кажется, идея крутая, ну, то есть, это просто удобнее, чем бегать по всяким разным местам. А вот какое выполнение будет? Посмотрим, как уже заработает. Возможно, кстати, если идея хорошо зайдет, то в будущем, в принципе, нам и не придется никуда бегать и так далее. Опять же, будем все дистанционно делать. Просто еще момент важный, когда родители отдают куда-то в секцию, очень важно познакомиться с преподавателями, знать, вот куда ты приводишь ребенка, где это место, все равно вот этот момент реального контакта, он будет упущен. Может быть, как-то тоже будет, не знаю, предварительное знакомство. Если чиновники сейчас смотрят наш эфир, возможно, они придумают, как можно будет затем в дальнейшем скорректировать. Или они уже это сделали, мы просто еще не знаем. Я обмалывался про сертификат, у нас есть время про это, что я хочу рассказать. Потому что, по сути, как я понял, в принципе, система дополнительного образования очень сильно меняется. Потому что, как было раньше, то есть спускалось сверху. Вот в этой школе у нас будет вот такой список кружков, мы там вот на это выделяем ресурсы, какие-то квоты, и вот как бы спустили сверху, надо кому это, не надо. Ну, допустим, футбол будет популярен на плетение макраме, например. У нас такого в списке нет, например. Ни в коем случае не хочу обидеть, но оно, допустим, есть, но туда никто не ходит. Получается, как бы, неэффективно. Здесь как раз вот эти вот электронные сертификаты. В чем суть вот это вот подушевое финансирование, как я его понял? За каждым ребенком от 5 до 18 лет закрепляется электронный сертификат в этой системе. Я не знаю точных цифр, мне их не назвали, но вот, например, 10 тысяч рублей в год, например. И родитель заходит, выбирает кружок, который ему нравится, записывает туда ребенка, и вот эти вот 10 тысяч, выделенные на сертификат государством, они перекочевывают в этот кружок. То есть, получается, дополнительное образование по факту финансируется. Если это что-то популярное, денег больше. Непопулярное, ну, как бы, извините, наверное, вас стоило давно закрыть. То есть, пустых секций как бы не должно остаться. Идея такая. Нужно будет заинтересовать тогда детей, даже там, не знаю, детей. Участникам, кстати, тоже говорят, можно будет подключаться. Непонятно, правда, когда, но тоже там проходит какую-то аттестацию. Ну, не частная школа, какой-нибудь там частный детский сад со своими секциями тоже так, хоп, прошли аттестацию, подключились, и этим же сертификатом родители оплатили. Спасибо нашему Мише Ленивцеву, который все рассказал про детское образование, в том числе дополнительное. Поэтому все, кто был с нами сейчас, все в курсе.